Приветствую вас, Иван. Прочитал ваш текст, вопрос, точнее. Нет, ну, отключая на вопрос, собственно, реально, конечно, вот, вам нужна работа, я бы сказал, что это не одноразовая работа со специалистом, вот. Ну, не люблю, честно, не люблю говорить такие вещи, да. Ну, не одноразовое не значит, что вы должны как на работу ходить и там регулярно в месяц какую-то сумму платить, допустим, нет. То есть это немножко работает не так, по крайней мере, у меня, вы приходите тогда, когда хотите, когда у вас возникают желания и постепенно-постепенно ориентируясь на свои желания, на свой ресурс, развиваетесь и, собственно, меняетесь ровно настолько, насколько вы этого хотите, не более того. Кстати, игру «Бесконечное лето» я видел, в смысле, видел ее название и, по-моему, даже качал, и вот, если я помню это, правильно помню, это, это новелла вызванная. Вот, не могу сказать, что большой фанат вызванных новелл, особенно таких вот, но «Бесконечное лето» я видел. Вот, правда, не играл, то есть я ее видел, я ее скачал, но я не играл, не играл в нее, вот. А, нет, время на это, вот, ну и читать немного приходится. А, теперь, собственно, ближе к непосредственно проблемам вашей. Ага, ну, если начать вот сначала, с самого, да, то вы говорите, что с детства у вас были странности, проблемы, проблемы, определенные с коммуникацией, значит, определенные трудности были, и неожиданно, как вы говорите, вот, неожиданно у вас начинает что-то получаться, что-то получаться. Ну, во-первых, эээ, вот эти странности, такие, как коммуникации и прочее, не чем-то обусловлены. А, я не знаю, чем они обусловлены, думаю, что отношениям с семьей. Эээ, потому как вся ваша история напоминает, эээ, ну, больше всего напоминает, эээ, историю, эээ, компенсации. То есть, это, эээ, попытка компенсировать, ээээ, ну, как бы, что-то. То есть, я буду с девочкой, несмотря на то, что, эээ, её уже не люблю, чтобы что-то. А, я буду с другой девочкой, ээээ, и расстанусь с первой, чтобы компенсировать себе что-то. Да? Вот, я буду заниматься, эээ, к примеру, программированием, чтобы что-то. Вот, я буду играть в игры, чтобы компенсировать себе что-то. То есть, вот, вся ваша история, это про компенсацию. Компенсация, это, про несправедливость, Иван. Компенсация, это, про некий такой, вот, ну, грубо говоря, урон. Да? Про некое, ну, можно сказать, про некое восстановление. Восстановление после атаки, вот, с таким более геймерским языком, если говорить. Вот. Давайте посмотрим, может это вот, с чего, вы, с чего у вас, эээ, что началось, да, значит. Эээ, сложно общаться с людьми и понимать условия общественных норм. Вот это некая такая депривация. Эээ, депривация, ну, вот, эээ, как бы, эээ, депривация, эээ, 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 ээээ, 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 эээээ, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ В результате чего вам сложно было общаться с людьми и принимать нормы общественные. Что вы имеете в виду, говоря о том, что вам тяжело принимать общественные нормы? Это тоже такой достаточно важный момент, что вы имеете в виду. Я думаю, что это, ну вот лично я, думаю, что это ваша собственная личная эмоциональная оторванность от своих чувств, вот как мне кажется. То есть, условно говоря, я себя не чувствую, не чувствую, я себя не ощущаю, я себя не понимаю и, собственно, поэтому мне сложно общаться с людьми, потому что я не очень понимаю, что им выразить и так далее. И мне сложно понять общественные нормы, потому что у меня нет совести. То есть, что такое совесть? в таком вот, скажем, здоровом, наиболее здоровом проявлении, совесть – это ощущение несоответствия того, что я делаю, тем ценностям, которые у меня есть. вот что такое, что такое, ну, вина. Вот, опять же, если мы говорим непосредственно, ну, если мы говорим о здоровом проявлении вины, если мы не говорим о вине деструктивной, потому что деструктивная вина – это совсем не то же самое, это совершенно другое, и мне кажется, что вот это вот, вот это вот чувство вины деструктивного вы не лишены, ну, в силу ряда причин, например, потому что есть достаточно, ну, достаточно понятные вам вещи, которые, ну, не то, чтобы прямо откликаться вам, а может быть, которые вам достаточно легко понять. Это, это вещи, это вещи ценностей, если вы понимаете, вот, что я здесь имею в виду, это вещи именно ценностей. То есть, это вещи ценностей, то есть, если я для человека, например, ценен, да, если человек меня выбирает, вот, то это, соответственно, ну, одно. И, с другой стороны, если я человек, человек меня не выбирает, не выбирает, то совсем уже другое, вот. И вот у меня это ощущение, да, что вот, что я могу, могу, грубо говоря, быть, как бы, полноценным, только если меня будут, ну, ценить, только если меня будут, как бы, ну, мне будут проявлять любовь, тогда ко мне будут проявлять любовь, любовь, потому что, только так я могу, ну, как бы, почистывать себя ценами, это меня интересует. не кто-то, а именно девушка. Это вот, такой вот, тоже достаточно, достаточно важный, как мне, в каждый момент, потому что, если, ну, ну, типа, все остальное, это не так, это не так важно. Вот, ну, да, вам, на мой взгляд, так же, конечно, не хватает какого-то такого, адекватного принятого себя, но, в целом, здесь, вот, вы больше говорите, конечно, про, именно, вот, ну, про, не принятого себя, то есть, я должен, вот, именно, должен, там, нравиться, там, тогда, ну, нравиться, ну, девушкам, допустим. Дальше, значит, следующее, это отношение к своему успеху, на что я тоже хотел обратить ваше внимание, отношение к успеху. Вы не цените свой успех, вы считаете, что успех ваш случайен, и вообще, ну, вообще-то, вообще-то, успех это то, что, в общем-то, чудо. То есть, это не я, нет, это, это не моя заслуга, это, вот, чудо какое-то просто получилось, если, знаете, какой, ам, какой момент здесь имеет место быть. и волей-неволей, задаётся вопросом. А если, всё, что у вас получается, это случайно, то получается, что вы сами по себе, ни на что не влияете. Получается, что вы сами по себе ничего, ничего не решаете. А самое главное, когда у вас это получается, вы себя не хвалите, не цените. Ну, условно говоря, не фиксируете, что вот, о, у меня что-то получилось, о, я что-то смог, о, какой я молодец. Вот, дальше. А, обсения, вот, всем демешкам. Ставит на картах, а маю, ценят. ценность. То есть, условно говоря, если меня оттолкнули, если вот девушка меня опаркивает, всё, я плохой. То есть, моя ценность как человека, моя ценность как человека, образно говоря, останется здесь на карте. И если не получается, если девушка меня оттолкнула, то всё, я ужасно. Меня оттолкнули, меня отвергнули. Выглядит, честно говоря, как продолжение некоторого жизненного сценария вашего. То есть, что это значит? Что это значит? То, что, вероятно, может быть, может быть, может быть, в детстве вас отталкивали. Ну, вероятно, может быть, в детстве, вероятно, вероятно, вероятно. вас, в том числе, отвергало. И вы пытаетесь добиться признания. Вы пытаетесь добиться признания, что это у девушки. Потому что вас отвергает. И когда вас отвергают, вы воспринимаете это весной и весной болезнью. Потому что это подтверждает вашу, словно говоря, теорию о том, что вы недостойны любви. Только есть один момент здесь, который заключается в том, что выбираете вы именно тех девушек, которые воспринимают вас как объект ценности, то есть как приз. Эта девушка вас видит. Ну, собственно, как и вы их, вы тоже видите их как приз. Потому что с их помощью вы сможете доказать, что достойны любви. Вот. И все остальное вы делаете ради этого. Все остальное, на мой взгляд, вы делаете ради этого. И только ради этого. И, собственно, на мой взгляд, это наиболее вероятное причинение, почему у вас нет интересов. Потому что, чтобы были интересы, ну, не чтобы деятельность была самостоятельной, а ваша деятельность вся. Она подчиняется определенному мотиву. И этот мотив, ну, не совсем, я бы сказал, тот, который способствует какому-то развитию, какому-то росту и так далее. А если вы себя еще и как-то вот обесцениваете, ну, вообще, в кавычках, красота в кавычках, естественно, в кавычках и только в кавычках. Поэтому я очень хочу, чтобы вы меня здесь вот правильно поняли и ни в коем случае, ни в коем случае не... Ну, чтобы не вам никого недопонимали между нами, да? Дальше. Так, вот, значит, я бы здесь задал бы вам такой вопрос, что для вас означает симпатия девушки? Ну, правда, что для вас это значит? Дальше. Для чего вы зарегистрировались в тиндере и начали общаться в тиндере с девушками? Зачем? Да? То есть вот, у вас здесь есть в определенной степени довольно серьезное, как мне кажется, требование к себе относительно того, чтобы вы были отцом, чтобы вы были мужем, да? То есть требования такие, надо сказать, ну, достаточно мощные. И волей-неволей возникает такой момент, такой вопрос. А, собственно, собственно, у меня есть образ некий отца мужа, которому я должен соответствовать, и которому, если я не соответствую, то я не имею права... ну... Любить, любить любимым. Вот вы пишите, о чем общаться с девушкой? Ну, логично. Логично общаться на тему своих интересов. Только интересов у вас нет. Почему? Потому что все, что вы делали с начала своей жизни, вы делали, как мне кажется, я могу быть неправ, для того, чтобы что-то доказать. Чтобы доказать, что у тебя вот, может быть, как раз такие... Своим родителям. И единственное, что имеет значение, это любовь, точнее интерес, к вам, со стороны девочек. Все остальное, к себе, вы, вероятно, не цените. Я буду такое вот обоценивать. Мне ничем не важен, я могу быть чем-то, чем-то в цене. И ва... и важен только зи... эээ... только если... Эээ... меня любят. А в центральный успех у меня, ну, вообще-то... Эээ... Получается, случайно. Ну... Я честно скажу, что при таком подходе, было бы странно, если бы... если бы... Эээ... у вас отношения с кем-то... эээ... продлились бы долго. Вы, простите. Я имею ввиду, даже не долго, а... продлились, эээ... ну... безболезно. Потому что... обоценивающая тенденция к себе, сводящая все, по сути, только лишь к... ээээ... ээ... симпатии и другого человека к вам, купая с обоцениванием себя во всём остальном, ну, по факту создает образ эээ... ээээ... зависимого, то есть, что вы зависим, что вы максимально зависите от человека, но в то же время, максимально зависим от человека, в то же время, вы как бы сводите ценность, свою ценность и ценность человека исключительно условный, материалистичный ценность, а это очень тяжело воспринимает. Дальше. Вот вы пишите. Нормально займитесь изучением программирования. Да. Только зачем? Ну, то есть, да, нормально займитесь программированием. Хорошо. А зачем? Чтобы что? Цель-то какие? Цель-то какие? Да? Цель-то я полагаю, у вас есть ценность. И нет. И поэтому ничего только не получается. Потому что нет никаких целей, нет мотивации и вероятно нет какого-то представления о том, чего же я хочу. Соб-соб-соб-собственно. Что мне нужно, собственно. Для чего это, вот это всё, собственно. Понимаете? Да, в этом помощь. То есть, помощь в том, чтобы постараться себя принять. Помощь в том, чтобы изменить отношение к себе. Помощь в том, чтобы изменить отношение к другим. Помощь в том, чтобы у вас, грубо говоря, появились свои интересы. Чтобы у вас появились свои какие-то мысли, какие-то свои идеи, какие-то свои предпочтения. Да? Чтобы вы умели делать выбор. Вот. Такая вот история. Ну а игра. Спасибо за спойлер. Никогда не думал, что по работе получил спойлеры к игре, которая собирается проходить, ну, на ламы. Ага. Игра, игра, конечно, просто послушала таким ключиком к тому, чтобы вы начали проживать те чувства, которые у вас вожали. Я отвечаю на ваш вопрос, пройдут ли чувства, я могу сказать так, что, ну, конечно, боль, она может уйти. И, скорее всего, боль уйдет. Со временем. Ну, то есть она станет меньше. Но, какой-нибудь другой ключик, триггер, вновь вас, условно говоря, из себя выведет. Я думаю, что вам нужно сходить к психотерапевту, к неврологу, вот, чтобы он вас осмотрел, чтобы он назначил вам, может быть, какое-то лечение. Лечение, не обязательно это лечение будет сразу, сразу психиаприческое, да, то есть права у вас никто не оберет, потому что, самое что, нужно освидетельствовать. То есть, ну, не чтобы вам поставили диагноз, а диагноз вам против воли никто не поставит в современном мире. Поэтому, боитесь вы здесь, ну, как бы, безосновательно. Как мне кажется, как мне кажется. Это больше импрово-подсознательный. Страх перемен, вы боитесь перемен. Потому что, перемены означают, что вам нужно будет что-то делать, а делать что-то вы боитесь, потому что это может привести к ошибкам. А на ошибки вы реагируете весьма и весьма болезненно. Поэтому, вы находите любую, в буквальном смысле, любую возможность, чтобы что-то не делать. Ну, другое образец, что, как бы, вас это несколько не спасает, потому что, как бы, вы можете отказываться сколько угодно, вот, а не делать что-то. Но, как бы, ваша психика, ваш организм, они свое требуют, и они будут требовать свое. И, как ни странно, это не девушка, это не любовь, это не семья, это не какие-то достижения. Но, это, некое, некое, совершенно, определенное эмоциональное состояние. Вот, ваша, в котором нуждается каждый человек. Это гармония, внутренняя гармония. Знаете, какая что-то. И, вот эта, внутренняя гармония, она, у вас, к сожалению, отсутствует. И, до тех пор, пока она, у вас, вот эта, внутренняя гармония отсутствует, да, это симптом тех проблем, которые я назвал. Ну, вот, ну, я думаю, что вы не сможете, как-то, кхм, в своей жизни, измениться, что-то мне делать. Вот. Такая вот история. Это то, что мне видится, это то, что мне кажется, вот это, в данном случае, мое мнение на вашу ситуацию. Вот. Обратите внимание, как вы задавая вам платный вопрос. Извиняйтесь, извиняйтесь, увы. Второй. Раз. За то, что написали. Много. Кхм. Сколько, сколько написали? Сколько и написали. Ой, за это платят деньги. А вы все равно. Кхм. Извиняйтесь. Что здесь? Здесь обесценивание. Иван. Обесцениваете вы таким образом себя. Себя. И ничего. Хорошего. Из этого. Кхм. Для вас. Получиться, к сожалению, не может. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Реально. Что-то захотеть. Простите, много говорю. Что-то захотеть. Делать. Реально. Изменить что-то в этой жизни. Реально. Но для этого нужна работа. И. Кхм. В первую очередь. Это работа. С теми вещами. Которые. Грубо говоря. Не требуют никаких усилий. У вас нет ситуации. Потому что вам. Вам. Лень. А лень вам. Потому что вы не понимаете, зачем это все. Потому что, как мне кажется, в детстве оторваны от своих чувств и эмоций. И желаний тоже. Кроме желания получить любовь для 100 тысяч. На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго.